делать амулет приготовьте его сделайте заранее чем дольше вы будете я повторюсь изготавливать амулет тем лучше почему потому что по времени вы меняетесь ваши отношения меняются ваши взгляды меняются но они меняются в динамике вместе со своим любимым человеком естественно вы каждый раз например если это вышивка там пару стежка вы сделали в своем эмоциональном подъеме на платочки носовом очень часто носовой платок если вы вспомните прошлые времена присутствовал как обязательный элемент одежды и деваться было некуда он был да если он еще и вышит он даже был не для того чтобы там служить для физиологических целей а просто как маленький атрибут абави который давался для сохранения и человек его носил с собой очень близко к сердцу вспоминаем кармашек нагрудный и в кармашке складывалось что-то да к слову карман сейчас используется как хламник то есть него складывается там что угодно но я не рекомендую это делать потому что каждый карман вообще все теория карманов вот она мало известно но это некий тайник который шился по мерам человека но пусть даже маленьким которые присутствуют у него на теле и модулировал ситуацию воздействия на определенное тело то есть через кармашек можно воздействовать на своих физическое тело если он сшит по правильным мерам но это небольшое такое уточнение то есть это может быть что угодно умеете работать с металлом делайте с металлом умеете работать вышивать там мулине вышивайте даже если это будут простые четкие или это там пуговичка раскрашенная или кусочек там открытки которую вы разукрасили сами кто в какой технике работает тот и молодец так хорошо потому что не нужно зацикливаться на нечто на чем-то стандартном вот у нас принято что амулет это вот на шее нужно повесить там на веревочку либо на цепочку ну и собственно человек носит да это может быть так но это не обязательно это может быть вообще изделие крупного плана начиная там со свитера заканчивая верхней одежды наша мама в девяностые двухтысячные когда были дефицит в магазине я даже помню это состояние когда мама от безысходности но она всегда у меня шила вязала но не швей а модельер и нитки были всегда я помню днем у нее была работа а где-то до 3 до 4 часов ночи она сидела вязала что-то вязала на продажу потому что очень деньги семье были нужны а что-то вязала нам с папой и когда это что-то появлялось столько радости было потому что это было красиво этого не было ни у кого и носилась большого с большим удовольствием когда я даже замечала что то одежду когда надеваешь мамину когда там контрольная работа ли еще что-то в школе самостоятельная работа всегда лучше писалась чем если это была бы какая-то обычно покупная вещь на мне поэтому здорово будет если возродится эта традиция изготовления вещей дома обязательно потому что ни один дизайнер крутой не сделает вам то что сделает вам любимый человек сейчас у нас такое течение жизни когда мы не успеваем конечно это все сделать ясно дело мы все работаем большинстве своем у нас подчинение из люди которые мы управляем даже если мы не в подчиненном положении работаем сами это отнимает много времени но для изготовления амулета если это небольшая какая-то вещь не требуется много знаний требуется течение энергии которую вы будете направлять в изготавливаемую вещь почему еще важен амулет дело в том что дети которых любили в семье их потом любят в обществе они притягивают любовь они резонируют именно на уровне любви со всеми окружающими а дети которых никто не любил семьи они всю жизнь доказывают что ничего это стоит они чувствуют что эту любовь приходится завоевывать в окружающих окружающих конечно чтобы этого не случилось чтобы не нужно было отвоевывать право на что-то в своей жизни конечно человеку стоит подарить амулет ему станет легче он входя в какое-то дело какой-то договоренность с кем-то или пробивая путь к себе какой-то реализации он будет чувствовать эту помощь энергоинформационную потому что заговаривая с другим человеком договариваясь о чем-то он уже будет чувствовать как в нем течет эта энергия дополнительная которой у него не было поэтому амулет это великая штука что еще дает амулет конечно он дает на сохранение мы сейчас знаем что тяжелые времена ну вот они всегда конечно были такие смутные но сейчас особенно когда физически мужчинам сохранить себя военных действиях дорогого стоит поэтому если у вас есть возможность для своих мужчин сделать амулеты то я обращаюсь к женщинам обязательно сделать и делать это без оглядки на то как он это будет носить когда использовать просто сделайте вы почувствуете как идет оздоровление идет переосмысление у него потому что даже если ваши чувства не засинхронизированы а в семьях иногда от усталости просто уже не чувствуешь насколько сильно ты любишь своего близкого родного человека от усталости от того что глаз замылился от того что дел очень много каждый день но вот этому лету будет каждый раз энергетически напоминать что вы у близкого своего человека есть и вы будете чувствовать каждый вдох каждый каждый тук биение сердца вашего близкого человека это связь она обострится то есть это уже лайфхак для тех кто в семье чувствует охлаждение отношений будем двигаться дальше талисман чем интересен интересен талисман талисман передается обычно тем кто хочет обладать неким навыкам свойством качеством которого не было учиться лениться это такая техника льза у нас есть такое слово нельзя вот мы часто детям говорим нельзя дети в ответ отвечают льза но правильное произносение произнесение льза вот этого слова льза то есть техника льза это чудо по-другому-то по-русски когда что-то очень хочется оно происходит даже если невозможно чтобы это произошло так вот талисман это такой предмет который позволяет обрести талант как это все происходило чаще всего мастерство и процветание на вес золота потому что если человек в чем-то мастер он всегда рано или поздно заводит себе учеников ученики следует за ним всюду уже сколько было таких да людей которые добивались отмахивались но в итоге заводили целый штат учеников и когда это происходило накапливается такое количество знаний которые не всегда мастер успевает передать ну силу возраста может быть заболевание или еще что-то я встречала много таких историй когда ученики брались за несколько лет до того как мастера не стало и он не успевал передать свои знания так вот этот лифт и быстрый подъем энергоинформационный как раз способен организоваться благодаря талисману что делал мастер мастера брал какую-то вещь в чем мастер да если он шил значит он шьет какое-то изделие если он кузнец значит он ковал какое-то нечто такое что готов был потом передать если это садовод огородник то это может быть какой-то инструмент которым мастер работал у себя в саду в огороде то есть это может быть что угодно чем мастер берет нечто новое и пользуется этим долго вот столько сколько он считает нужно но обычно вещь намаливается ну вот на тонком плане когда смотришь на вещь качественно она начинает также светиться как и человек как мастер но где-то лет через пять то есть человек мастер начинает пользоваться этой вещью использовать но в быту там даже это если социумные какие-то выходы в общество может использовать эту вещь неважно смотрит на нее кто-то не смотрит если это какой-то предмет быта да ну пусть будет там ради бога даже другие люди могут периодически касаться этого предмета но он должен быть все равно в превалирующем качестве использоваться именно мастером и в итоге когда мастер пожелает передать одному из учеников одному из учеников то есть эта вещь будет передаваться кому-то одному она не будет передаваться всем сразу ученикам но кому то одном коммун without нужно передать все свои знания он будет дарить потом при своей жизни на не обязательно дожидаться когда мастера не станет во время своей жизни бодрствование здравствование он будет передавать этот самый талисман достиг слову сказать если когда-нибудь в вашей жизни случится так, что человек, который вас восхищает, и вы поступили к нему на обучение, или просто проходите какой-то мельком курс, но вы сошлись на том, что вы близки друг к другу по духу, и так понравились мастеру, что он хочет вам что-то подарить, берите, если это будет ложка, берите ложку, если это будет одежда с его плеча, берите обязательно, даже если мастер-мужчина, а вы девушка, не имеет значения, вы даже можете в этом изделии не ходить потом на люди, просто дома хранить, как некий такой сакральный предмет, то есть что угодно, даже если это будет неважно, носовой платок, который мастер захочет вам подарить, принимайте обязательно, в моей жизни такое было, и конечно для меня это было потрясение, это невообразимое счастье было, и действительно когда с этой вещью взаимодействуешь, ну, бывают моменты, когда ты долго не практикуешь в каком-то ремесле, и начинаешь подзабывать, ага, и здесь вот так, по-моему, а в записях уже не найти, потому что записи там на какой-то далекой полке, еще попробуй это все найди, ну, то есть вспомнить быстро не получается, тогда берешь предмет, который подарил тебе мастер, начинаешь с ним некоторое время взаимодействовать, ну, носить его на себе, если это вещь какая-то, и знание приходит, это действительно работает, только не надо языком там рассказывать, откуда эта вещь, потому что все намоленные вещи, они все же должны быть кулуарными, то есть вам подарили, все, тихонечко, не надо никому языком там шлепать, рассказывать, откуда эта вещь, ну, есть у вас, да и есть, потом кому захотите, об этом расскажете, были случаи, когда такие вещи воровались, и было очень неприятно и досадно, потому что мастера уже в живых нет, и вещи, она была действительно сакральная, несла в себе огромную силу, поэтому талисманы сами по себе, это великая штука, то есть вы можете не 20 лет обучаться, а условно вам хватит года для того, чтобы взять все способности, возможности человека, который вас взял на обучение, то есть это такая быстрая ситуация по обучению, я даже больше скажу, были случаи, когда человек приходил учиться к мастеру, уже давно была договоренность, что мастер возьмет на обучение себе ученика, он приходил, но была всего лишь там условно одна ночь, мастер снимал с себя рубаху, очень любимую, ту, которую носил очень много лет, ну, бывают такие вещи залюбленные, они чистенькие, аккуратненькие, может быть, не совсем свежие, потому что они новые, но вещь обычная, нормальная, он снимал с себя эту рубаху, дарил, ученик, укрывшись этой рубахой, засыпал и на утро вставал, уже понимая, что к чему, то есть ему оставалось только чисто глазами, визуально посмотреть, как, что делается, а навыки внутри уже были, и тут же мастер делал какую-то вещь, ученик за ним повторял, и это было такое же изящество, такая же красота, ну, чтобы вы понимали, ковки заодно ночью не научишься, даже молоток держать правильно, нужно учиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова